Я всех приветствую братья сталкеры, с вами Димак и перед тем как начать играть модификацию Call of Chernobyl сборка от стасона я дал себе четкую цель это найти хороший бронекостюм и нормальное вооружение. Найти нормальное вооружение в сталкере Call of Chernobyl не составило большого труда поскольку найти какой-нибудь автомат Калашникова и еще какой-нибудь хорошую снайперскую винтовку не составит труда, но с бронекостюмом чуть-чуть проблематично, поскольку я хотел себе купить экзоскелета, экзоскелетов в этой модификации достаточно немало и каждый обладает своими свойствами. С этой проблемой я отправился на youtube посмотреть какие-нибудь ролики в бронекостюмах и нашел всего лишь парочку и рассказывалось там совсем не о том о чем мне нужно было. Ну естественно после этого я захотел сделать отдельный ролик по каждому из костюмов, экзоскелетов и всему прочему все что есть в модификации Call of Chernobyl. Ну что ж давайте начнем! Ну а начать я хотел с экзоскелетов и первым экзоскелетом которым я хотел бы сделать небольшой обзорчик это экзоскелет долга. Ну а что у вас возникает в мыслях при таком словосочетании как экзоскелет долга? Например у меня что это какой-то очень хороший бронекостюм который хорошо защищает от пуль, но посредственно защищает от аномалий. Ну вообще я практически его и описал так как из плюсов всего лишь хорошая пулестойкость ну и мой такой небольшой плюс это то что он добавляет плюс 30 килограмм к основному весу. Ну а минусы это при полном амгрейде у него всего лишь три контейнера для артефактов. Очень слабая защита от аномалий ну и как наверное все экзоскелеты это очень большая стоимость. Купить этот экзоскелет можно только у двух персонажей по крайней мере только у двух которых я нашел это у Шустрова и Петренко. Но тут я хотел поговорить о стоимости экзоскелета у обоих этих персонажей. У Шустрова экзоскелет стоит 230 тысяч ну а у Петренко 201 тысяча 250 рублей. Но при том что эти оба персонажа будут относиться к вам дружелюбно то есть они не будут вам нейтралами а будут друзьями. Но сейчас ребята я хочу вам рассказать о полной характеристике экзоскелета Долга. Радиозащита составляет 42 процента. Химзащита 24 процента. Электрозащита 15 процента. Термозащита 24 процента. Пси защита 27 процента. Разрыв 60 процентов. Броня 69 процентов. Восстановление сил 21 процент и дополнительный вес плюс 30 килограмм. Это все естественно без апгрейда. ну и естественно после полного апгрейда все характеристики экзоскелета улучшатся. Радиозащита будет составлять 48 процентов. Химзащита 33 процента. Электрозащита 27 процентов. Термозащита 30. Пси защита 45 процентов. Разрыв 66 процентов. Броня 81 процент. Восстановление сил будет составлять 30 процентов. Плюс дополнительный вес это 10 килограмм. И плюс 2 контейнера для артефактов. Ну и здесь ребят я дошел такую небольшую загвоздочку. Так сказать большое. Но это полная стоимость этого апгрейда. Я подобрал трех нпс. У которых стоимость апгрейда будет у кого-то минимальная. У кого-то будет средняя. У кого-то будет очень высокая. Ну и давайте ребят я сразу распределю по трем местам этих трех нпс. Третье место я дам сапсану. Поскольку стоимость полного апгрейда составляет 295 тысяч. Но при том что этому нпс не надо приносить инструменты. На второе место я дам технику громову. Потому что стоимость полного апгрейда будет составлять 112 тысяч 50 рублей. Ну 50 рублей можно не учитывать. Потому что там ну плюс-минус будет. Но это при том что вы ему принесете все инструменты. И отношения у вас с ним будут дружественные. То есть он вам будет друг. Ну и первое место я дам фургона. Потому что стоимость полного апгрейда будет составлять 88 тысяч. Но это тоже при наличии то что вы ему принесете все инструменты. И отношения у вас будут хоть нейтральные. Хоть дружественные. Тут уже особо сути не меняет. Ну а под конец ребят я хотел бы добавить то что какой бы лучший артефакт положить в контейнер. По моему личному мнению это два глаза дракона и один василиск. Но с собой лучше иметь какой нибудь гелий и кевларовую пластину. Потому что гелий имеет очень хорошие свойства. Это восстановление здоровья, восстановление сил и тому подобное. А кевларовая пластина дает пулестойкость. Если убрать один глаз дракона и положить василиск гелий. Очень хорошие параметры дадут вам эти два артефакта. Можно даже будет хорошо походить по аномалиям. И костюм не будет так сильно ломаться как при том что вам будет кто-то стрелять. Ну кевларовые пластины если попадете в какую-то жесткую перестрелку. И если вам не хочется покупать этот экзоскелет. Не покупайте. Но костюм то вам какой нибудь точно нужен. С хорошей защитой. Ну если вы где то найдете например в другом месте где можно найти этот костюм в каком нибудь тайнике. Или купить еще подешевле. Естественно пишите в комментариях. Я все прочитаю. И к следующему обзору, к следующему экзоскелету я естественно это добавлю. Ну и пишите в комментариях какой экзоскелет следующим мне так сказать сделать обзор на этот экзоскелет. Ну а на этом у нас все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Димак. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока. Увидимся в новом видео. С вами был Димак.